Почтовые марки стали использоваться на территории Украины еще в 19 веке, но сначала они были австрийскими и российскими. Заявилась вообще унификована российская почтовая марка. Но в 1918 году на этих марках появляются надруки, на которых изображен тризуб. Очень много типов этих надруков было, потому что большая количество почтовых марок уже было. В 30-е годы 20 века появляется первое упоминание уже об украинской почтовой марке. В 1923 году в Берлине, но за замовлением радянского уряда, была надрукована марка «Пошта УСРР» – Украинская Социалистичная Радянская Республика. Это, может быть, первая такая вот радянская марка от имени Украинской Пошты. Спустя год после того, как Украина стала независимой, а именно 1 марта 1992 года, вышли первые украинские марки. Они были посвящены 500-летию украинского казачества и 100-летию первого поселения украинцев в Канаде. Тираж составил 2,5 миллиона экземпляров. Эскизы рисовал Александр Ивахненко, который, к слову, родом из Запорожской области. Тематика изображений на марках была разнообразна. Люди. Люди завжди были на марках. Это разные действия, действия культуры, действия политичные, действия. Завжди были серии, присвящены природе. То есть, это разная тематика, связанная с флорой и фауной. Это тематика, связанная с различными историческими подиями. Это тематика, связанная с техникой. В современной Украине почта конкурирует с новыми технологиями. Однако, письма друг другу люди все еще отправляют. В ногу со временем идут и изображения на марках. В основном, они отображают события, которые происходят сейчас. Любое событие, которое имеет место и играет большую роль в жизни народа, в жизни населения, оно обязательно отражается в последующем марке. Что касается цены, то она зависит от значимости марки и события, которому она посвящена. К примеру, марки, которые выпустили к Евро-2012, стоили около 300 гривен. Но сейчас их стоимость в разы меньше – от 40 до 60 гривен. Такие марки в свободной продаже и найти их нетрудно. А вот эксклюзив встречается только в коллекциях филателистов.